Всем привет! С вами Оксана Майкова и у нас очередной обзор недвижимости. Ну, проходит время, да, появляется все больше обзоров, и теперь я прихожу к выводу, ну и выводы напрашиваются сами, зачем мы делаем эти обзоры. То есть сказать о том, что кто-то прям увидел сейчас квартиру, побежал, купил, ну, вряд ли, потому что на самом деле, как показывает статистика, такая практика, она, конечно, есть, но это очень маленький процент. И я думаю, что рациональнее всего при обзоре квартир делать аналитический анализ, то есть сравнивать квартиры, показывать разные цены, и уже тогда вы будете иметь конкретное какое-то представление о недвижимости в Испании, потому что именно для этого мы и делаем обзоры. Самое важное для меня показать вам, что происходит на рынке недвижимости, да, как это происходит. Ну и вторая, скажем, цель наших съемок, да, почему блогеры, причем хорошие блогеры, именно пошли в эту тему, потому что это дает вам возможность познакомиться конкретно с нами, и не только, да, мы как риэлторы должны понять, чего хотите вы как клиенты, но и вы тоже должны понять, как мы думаем, что мы видим, и какие ценности, допустим, да, для нас являются действительно важными. Вот, наверное, для этого вы смотрите эти видео. Напишите в комментариях, так ли это, и вообще, почему вы смотрите, и готовы ли вы купить квартиру, посмотрев ее в видеообзоре. Начнем с самой, скажем так, дорогой квартиры, не самой дорогой, а самой высокой, то есть с нормальным видом. Видите, как у нас тут горы, город, то есть вот так вот на 10-м этаже находятся эти апартаменты. Мы сегодня будем смотреть одно и то же здание, а предысторию я вам расскажу чуть-чуть. Ну что, пойдем? Пойдем, пошли смотреть апартаменты. Пойдем, идти, пошли. Пойдем, пойдем, давайте смотреть. То есть это студия на 30 квадратных метрах. Я хочу, чтобы вы сейчас обратили внимание на ее планировку. Сейчас пока не говорим ни о каких деталях, ни о чем. Я хочу показать вам, как это было, когда мы покупали, продавали эти студии, из-за 18 тысяч евро, 30 тысяч евро, 20 тысяч евро, 30 тысяч евро, 30 тысяч евро. То есть вот те студии, те цены, которые я перечисла, они как раз были вот за такую точную квартиру, вот такая вот коробка. Единственное, что здесь стояла какая-нибудь старейшая, старая мебель. Кстати, многие еще даже с этой мебелью продолжают сдавать. Обратите внимание на планировку. С правой стороны шкаф, да, вот эта старая дверь. И так как я вам обещала, чтобы у нас обзоры были грамотные, если вы видите вот такую дверь, вот такую плитку, да, вот такая вот мебель, она не менялась еще с тех самых, там, 70-х годов постройки этого дома, это все нужно сбивать. Я вам покажу, как это должно выглядеть. Ну, вы ее видели, наверное, уже в моих квартирах. То есть покупая такую квартиру, минимум сейчас вы потратите 10 тысяч евро на то, чтобы привести ее в порядок. Вот здесь, кстати, даже снят бак. То есть у меня сейчас идет анти-обзор. Анти-обзор был анти-обзором. Я вам буду снимать прям детали. Если вы смотрите видео обзора недвижимости, когда мы хотим что-то продать, вы увидите только в том случае, если вам на них укажут. Ну, здесь, конечно, сложно, что-то. Но есть такая предподготовка, да, когда вам перед тем, как вы что-то страшное увидите, объяснят, как с этим бороться. Вот такой разломанный совершенно счетчик. Стоимость этой квартиры 59 тысяч. 59 за счет вида, за счет этажности. Что я подозреваю, что то, что нам предложили подороже, это будет еще хуже. Внимание, сконцентрировать вот на этом шкафу. Потом вы увидите, как убрав его, убрав эту стенку, полностью вот этот вот безумный шкаф, как мы расширили апартаменты, да, видите, сколько мест полезного еще. То есть и вот эта вот бестолковая стена совершенно грязная. То есть представьте, если, допустим, 4 года назад за ремонт этой квартиры мы вложили 8 тысяч в то, потому что человек, который ремонтировал, тренировался, он еще не стал какие-то цены писать, и после ремонта сказал, что больше за такую работу не вознялся. Первую квартиру мы посмотрели. Еще раз я напомню, то есть, что сейчас у нас анти-обзор. И вот такие анти-обзоры я буду делать, я думаю, вы меня поддержите. В этом это будет зависеть от ваших комментариев. То есть, когда мы делаем анти-обзор, то есть я потихоньку объясню вам, как происходит продажа и почему именно это люди покупают. Естественно, глядя на эту квартиру, она стоит 59. То есть в данном районе, сейчас мы еще посмотрим за 53, и мне очень интересно, что же там продается за 67. Я позвонила просто по объявлению от собственника. Так вот, когда мне позвонили по этой квартире, и следующие мне сказали, что квартира новая, там сделан ремонт, то есть сначала предложили ее за 55. Сказали, ремонт мы сделали, все здесь хорошо, теперь она стоит 59. Конечно, я ожидала увидеть примерно то, что сейчас я вам покажу в моей квартире, в той квартире, которую мы сдаем, которая работает, и рентабельность которой 17% годовых. То есть таких квартир очень мало. Но говорить о том, что эта квартира плохая, вот эта, сюда нужно еще вложиться. А чтобы вложиться, то есть рентабельность можно будет просчитать только после того, когда будет просчитан весь ремонт. Потому что коммуналка здесь очень низкая, то есть очень прям совсем годовой налог, 123 евро, а кому не до 30. Поэтому здесь есть плюсы и минусы. Ну ладно, не буду сильно затягивать, пойдем дальше смотреть. Ну что, понравилась тебе квартира? Как считаешь, и другую пойдем смотреть? Другую пойдем, пошли. Все, идем, пошли. Пойдем, пойдем смотреть другую квартиру. Сейчас спустимся на два этажа. Здесь. Нет, на них тебе не поедем, пойдем, ну что? Терево, видите, старые двери. Старые двери. Какую-то жену, видите, кто-то купил. Соседи вот здесь даже поставлены. Поставлена хромная сигнализация. То есть об этом можно много говорить, потому что мы реально крутая вещь. Вот эти замки точно поменялись. Пошли сами. Светлое с утра. Солнце. Ну, здесь вы видите, в той же двери даже не было машинки. Здесь она вроде как не есть. Деревизка. Машинка, которую нужно вытащить еще. Выкинуть нафиг. И она застеклена. Стоимость 55 тысяч. Вы видите, с видом, что у нас? С видом у нас дом. Дом в дом. То есть вид сразу меняет. Испередушка. Продолжаем наш анти-взор. Старый пол. Старый, не обратил ваше внимание, наверное. Старый, это старый. Окей, группу наушечную полную. Здесь кто-то пытался затрасить стены. То есть они не такие пырыщие, не такие грязные. Видимо, либо кто-то здесь жил не так давно. Или еще что-то, не знаю, может быть, кто-то вложил в террасу. Ее застеклили. Здесь тоже самое. Видите, тоже. Уставившая совершенно плитка. Ну, ладно, здесь хотя бы... Я подозреваю, что здесь кто-то жил, потому что бачок этот установлен. Какие-то моющие средства. Кошмир, короче. Вот так вот, словно непродаж. Особенно задоровано. Ха, ты какая-то фея. В общем, да, кто-то вот даже пятки чистил, похоже. То есть эти безумно старые ванны, которые мы выворачивали и разбивали прямо в самой квартире. Опять же, это бестолковый совершенно шкаф, который вворачивает на море пространство. Суперсовременная модерновая лампа. Безумно старая грязная дверь. И вот такая вот шикарная кухня. Вот эта вот закрыта, это плита, скорее всего. Интересно, есть ли здесь плита или нет? Нет, здесь ничего. Ну, может быть. Еще как-то так. Реально. Вот то, что я планировала вам показать, да? То есть позвонили, рассказали. Я представила примерно вот эту свою квартиру. Вот эту вот, смотрите, вот. Вот сделан ремонт, да? В евро он, не евро. Кстати, умники мне комментировали, когда мы только-только ремонт закончили. Комментировали, что ремонт плохо сделан. Знаете, всякую писали, ну, доброжелатели. Ну, это так, любопытствующее. То есть, поэтому все познается, друзья мои, в сером уголочек. Тоже сниму. Вот помните шкафы вот эти безумно грязные? Вот здесь мы его убрали и сделали вот такую вот прихожую, что и зрительно, и по метражу увеличило, да, объем комнаты. Ну, дальше я вам показывать не буду, потому что здесь люди живут. Я ожидала увидеть совершенно другую историю. То есть я ожидала увидеть отремонтированные апартаменты с новой мебелью, которые совершенно уже готовы к сдаче в аренду. И я, в общем-то, готова была объяснить, почему выгодно покупать готовые. Потому что, просчитав даже те апартаменты, которые мы покупали за 36, вложив туда по тем временам 8 тысяч, ну, цены немного подросли. И если бы эти квартиры были в перфектном состоянии, то вполне в финансовую логику это бы укладывалось. Но в том состоянии, в котором они сейчас, это не конкурентный продукт по рынку, скажем так, за эту цену. За эту же цену можно найти здесь, ну, с десяток подобных квартир. То есть я не скажу, что они самые дорогие, вот эта вот цена на сегодняшний день. Ну, тем не менее, поискать, побродить, посмотреть можно. И, ну, естественно, кому мы отдаем предпочтение апартаментов, которые находятся повыше, раз если, раз мы отдаемся еще с лицензией на сдачу в аренду, пока нет проблем, поэтому, конечно, нужно смотреть. Так вот, именно поэтому, именно только поэтому я провожу курсы по подготовке к покупке недвижимости. Увыка с этой целью, понимая, как работает рынок, разбираясь в тонкостях недвижимости, вы сможете принять правильное решение и найти правильную квартиру. Ну, если, опять же, кто-то со мной не согласен, вы можете написать это в комментариях. И, дорогие мои коллеги и риэлторы, я не просто помогаю инвестировать в недвижимость Испании. То есть первый шаг, раньше которого мы начинаем работать, мы готовимся. Готовиться нужно тщательно и очень внимательно. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока. Увидимся в следующем видео.